генри вы утверждаете что перемещаетесь во времени как это происходит как это происходит это совсем как в одном из снов когда ты вдруг понимаешь что тебе нужно сдать экзамен которому ты абсолютно не готов и при этом на тебе нет никакой одежды вот я читаю воскресный таймс в руках у меня чашка кофе и рядом дремлет клэр и в следующее мгновение я оказываюсь в прошлом то есть вы снова и снова можете переживать яркие моменты вашей жизни когда и где-то там во времени я другой я превращаюсь в отчаянное подобие самого себя я превращаюсь вора бандита животное которое бегает и скрывается постоянно пугаю старушек и навожу ужас на детей повезет если провалишься снова в обморок и очнешься в собственной кровати спустя несколько часов и обнаружишь что над тобой склонилась а беспокойное лицо твоей жены ненавижу быть там где нет когда я не и все же я ухожу и не могу взять ее с собой книга жена путешественника во времени стала дебютным романом одри нефенеггер она повествует о любви преградой для которой стало генетическое отклонение главного героя генри который непроизвольно путешествует во времени в любом его направлении впервые это происходит с ним в детстве в результате сильного испуга генри начинает хаотично перемещаться в разные периоды своей жизни не надеясь что однажды найдет в буре покой но после встречи с клэр его словно магнитом тянет к ней сквозь время и пространство я появляюсь неоткуда и голый как это объяснить почему это происходит смысле если какая-то логика в этих перемещениях причина по которой я ухожу и прихожу не знаю что то есть существует как существуют симптомы у любой болезни резкие звуки движения сильная усталость стресс да что угодно может стать причиной очередного скачка идея книги пришла к писательнице после собственного неудачного романа сначала новелла начиналась со встречи генри и престарелой клэр но по совету первых читателей одри полностью поменяла порядок следования глав никогда раньше ее не публиковали и поэтому одри получила отказы от 25 книжных издательств но в итоге рукопись нашла отклик в агентстве мак адам кейдж и книга была запущена в тираж позже на основе книги был снят одноименный фильм с рейчел мак адамс и эриком банной в главных ролях в сентябре 2013 года автор объявила о продолжении в котором главной героиней станет дочь генри и клэр альба знаете вы совсем не похожи на псих спасибо и если все что вы сказали правда у вас вышла бы отличная книга я уже вижу заголовок затерянный во времени нет лучше жена путешественника во времени как вам генри